Всем привет друзья, с вами Беркли и сегодня покажу вам как установить довольно таки интересный мод, который называется Лорд Сити. Этот мод добавит вам целую локацию в игру, то есть новый остров. Новый остров японский или китайский, что-то вроде этого. Также не забывайте подписываться и ставить лайки под данным видео, потому что пока в GTA Online делают какое-то обновление с каким-то островом, я покажу вам как установить остров, который в 10 раз больше острова, который планируют добавить в GTA Online. А также мы сегодня на этот остров добавим пэдов и автомобили, которые будут там ездить. Остров будет полностью полноценный, это даже целая отдельная локация. Также этот мод попросил меня установить подписчик, под его комментарием собралось очень много лайков, поэтому я решил установить этот мод. Ну и давайте начнем, для начала нам надо скачать сам мод Лорд Сити. По сути установка мода для некоторых людей может показаться довольно таки странной, потому что здесь в основном все на китайском. Я китайский не понимаю, поэтому я как-то так файлами буду объяснять вам, что и куда установить, чтобы у вас тоже все получилось. Скачиваем сам мод с этого сайта, загружаем его, отсюда версия 2.1. Потом скачиваем OpenIV, это программа OP4, которая поможет нам установить данный мод. Потом скачиваем меню Trainer, он поможет нам телепортироваться на остров или же помогает нам будет настройки данного острова. Загружаем его с этого сайта. Далее скачиваем GameConfig, тоже с этого сайта, ссылку на все файлы я оставлю в описании под видео. Потом packfilelimitadjaster, чтобы наша гитаршка не вылетала, потому что это DLC мод. Также hipadjaster, чтобы наша гитара не вылетала. Ну и под конец скрипту 5 и скрипту 5.net. Отсюда его скачиваем. Все файлы мы с вами скачали, переходим к установке. Я покажу вам как с нуля поставить данный мод на абсолютно чистую гитаршку. Если у вас уже есть некоторые файлы с этого видео, их устанавливать еще раз не обязательно. Показываю для тех, кто первый раз устанавливает мод или хочет его установить. Открываем корневую папку из нашей гитаршки, где она у нас находится. Grand Theft Up To Five. И туда, где ярлик нашей гитаршки, просто закидываем packfilelimitadjaster. Эти два файла перекидываем туда. Далее копируем heapadjaster. Тоже вот эти вот два файла закидываем просто в папку из гитаршки, где ярлык. Далее скрипту 5.net. Вот эти вот все файлы, перебрасываем их сюда. Потом скрипту 5 обычный. Бин открываем, динпут 8.dl закидываем. И скрипту 5.dl тоже сюда закидываем. И на поседок меню SP. Это меню трейнер. Перебрасываем эти все файлы тоже сюда, где ярлык нашей гитаршки. Скопировали и закрыли. Эти файлы, которые мы уже с вами установили, можем их удалить. Осталось установить сам остров. Для этого запускаем OviZtube, это программа Open4. Нажимаем русский, продолжаем, принимаем все условия, соглашаемся и скачиваем 19 мобайт файла. И нажимаем да. Далее идет установка нашей программы. И закрываем. Далее ее запускаем. Но этот ярлык уже можем удалить, потому что мы ее уже установили. Запускаем программу OpenAV, вот она. Нажимаем здесь при запуске Windows. И указываем путь к нашей гитаршке. В Steam Library или где у вас находится ваша гитар. И выбор папки. И здесь очень внимательно, потому что от этого зависит работоспособность вашей гитар. Нужно посмотреть какая у вас версия. У меня версия 2060. Для этой версии нам надо распаковать конфиг. Он находится в этом архиве конфиг. Открываем конфиг 2060. И распаковываем stock traffic. И же 0x traffic. Вот ребята я ее распаковал. Если у вас в Open 4 другая версия, к примеру 1737 или другая более старая версия. Ищите все версии папки older version. Она находится вот здесь. И здесь все остальные версии. Для своей версии копируйте конфиг. Для того, чтобы он у вас успешно работал, нужно чтобы конфиг совпадал с вашей версией GTA. Важны только эти 4 цифры. Для своей версии распаковали и закрыли. И нажимаем продолжить. И еще раз продолжить. Этот файл GTA.config мы тоже можем удалить, потому что мы его распаковали. Осталось установить Lord City.config. Этот архив, не обращайте внимания на него. Это левый файл, он в него загружается. А тем временем наша программа запускается. Далее переходим в редактирование, нажимаем и нажимаем да. Заходим в инструменты, аси менеджер. И здесь нажимаем все установлено. И нажимаем да. Установить. Повторюсь, если у вас уже некоторые действия сделаны, их еще раз не обязательно делать. И закрываем. Переходим по следующему пути. Update. X64.dlc.pax. Открываем любой архив. Допустим это dlc.rpf. И копируем его в папку mods. Это нужно для того, чтобы не создавать DLC. То есть, чтобы у вас автоматически создался DLC.pax. Нажмите потом после копирования здесь. Видите, мы находимся уже в mods. И сюда в DLC.pax открываем лорд-сити. Лорд-сити GTA 5. И сейчас будем все устанавливать. Открываем лорд-сити. И распаковываем, копируем этот лорд-сити просто сюда в DLC.pax. Вот так его перебрасываем. После того, как мы его скопировали, просто берем и переименовываем его. Нажимаем два раза или просто переименовать там. И нужно удалить вот это вот, китайское, вот это перевод. Удаляете его. И нажимаете на пустое место и все. Переименовали. Далее заходим по следующему пути. GTA 5. Update. Update.rpf. Копируете его в папку mods. Если он у вас скопирован, переходите в папку mods. После того, как все у вас скопировалось, вас перебросит в папку mods. Потом нажмите common, data. И сюда в дате ищите DLC list. Нажимаете редактировать. Переходите в самый низ. Копируете любую последнюю строчку, ctrl-c. И еще раз enter и вставляете ее сюда. Делаем так, чтобы было все ровно. И здесь вот вместо этого patchday, дубликата, просто прописываем lord city. Вот так же, точно так же, как и я. Должно совпадать. То есть написано быть lord city. Вот так вот. Иначе не будет работать мод. Остров у вас не заспавнится. Если вы неправильно пропишите. И сохраните. Далее возвращайтесь в папку загрузки. И сюда же, в этот апдейт, закидывайте этот конфиг. Вот так вот. Скопировали. Наш остров сейчас установлен. Далее нам надо установить трафик, пэдов, воду и радар. То есть карту. Вот эти вот четыре файла. Папки вернее. Переходим к установке трафика. Это машины, которые будут направляться на наш остров. Открываем трафик карс. Открываем потом папку трафик. И вот это вот нам надо скопировать по следующему пути. Заходите в папку mods. Update. Update rpf. X64. Levels. GTA 5. Патч rpf. И сюда в этот патч rpf просто закидываете вот эти вот все файлы. Выделяете их. Перебрасываете их сюда. Ждете пока они у вас скопируются. Скопировались. Возвращайтесь назад. Нажимаете на две точки. Возвращайтесь еще раз назад. Теперь нам надо установить пэдов. То есть людей. Чтобы они ходили по городу. Для этого заходим в папку пэд. Потом в open4 нажимаем на папку mods. Update. Update rpf. Common. Data. Levels. GTA 5. И просто копируете этот поп-зон и PL. Перебрасываете его сюда. Скопировали. Наши люди успешно установились. Возвращаемся назад. Теперь нам надо установить water. То есть чтобы была там вода в этом городе и так дальше. Открываете water. Потом заходите по следующему пути. Нажимаете GTA 5. Common rpf. Копируете его в папку mods. Потом data. Levels. GTA 5. И просто перебрасываете сюда этот water. Копируете его. Water мы уже установили с вами. Осталось установить радар. Это карта. По сути ребята здесь есть с установкой данной карты одна проблема. Потому что есть мини-мап. И смотрите я когда экспортирую его сюда. И у нас с новой версией open4 не работают файлы ODD. Не знаю почему это происходит. Наверное скорее всего из-за версии open4 так происходит. Поэтому мы ее экспортировать не будем. Это все мы устанавливать не будем. Мы установим с вами только mini-map seap.ng. Вот этот файл который будет отображаться у нас на карте. Для этого заходим в вкладку x64b.rpf. Копируете его в папку mods. Потом заходите в data. CD image. Scala form generic заходите. И здесь ищите в самом низу где-то будет mini-map. Вы ее просто введите. Mini-map в поиске вот так. И откройте 00UTD. Откройте вот так. И нажмите вот импорт. Нужно нажать. Но прежде всего нам надо mini-map seap распаковать сюда. Распаковали, закрыли. Импортируем его сюда. Нажимаем ok. И сохраняем. По сути эту мини-карту вы тоже можете ее не устанавливать. Это уже на ваш выбор. И потом просто ее сохраняете. Ну и после этого можем запустить нашу GTA. Посмотрим как у нас работает данный город. Итак друзья, я нахожусь уже в нашей GTA. И как видите позади меня находится наш город. Lord City. Насчет карты сразу скажу, что она у нас не установилась почему-то. Ну да вот. Или я что-то неправильно так сделал. Или надо было еще что-то установить. Скорее всего что-то я неправильно так сделал. Но это все тоже из-за отсутствия нормальной инструкции. Потому что все там на китайском. И давайте посмотрим. Ребята видите, у нас там находится мост такой небольшой. И потом еще какой-то остров. Город у нас довольно-таки большой. И насчет FPS. Самый главный вопрос. Да, он влияет все-таки на FPS. По сути я даже удалил свой NB. Чтобы вам показать этот город. То есть графику вернее. Давайте вот так вот сделаем сейчас. И посмотрим как у нас там едут автомобили. То есть автомобили у нас успешно установились. Как вы видите. Вот они едут у нас по этому мосту. Давайте сразу же возьмем какой-нибудь автомобиль. И поедем туда же. Вот у нас автомобиль какой-то более-менее нормальный. И отправляемся к этому городу. Вот друзья видите. У нас есть трафик. То есть едут даже грузовики. Так что все нормально у нас установилось. В принципе небольшая просадка FPS есть. Потому что немножко лагает. Да вот где-то 20 или 15-20 FPS. По-любому просадка есть. Потому что любой DLC он будет кушать у вас FPS. Даже если это DLC из GTA Online. То есть если после того как выйдет обновление GTA Online. У вас будет кушать FPS. Ну то есть упадет FPS в игре. Ну на 5-10 FPS примерно. Потому что это новый DLC. Так же самое с этим городом. То есть он тоже у нас кушает FPS. Вот ребят давайте посмотрим. Что у нас там такое. Вот мост у нас довольно-таки длинный. Я вот сейчас вот так вот сделаю. Чтобы вам показать насколько огромный этот город. Смотрите ребята. Вот сюда вы можете даже отправиться. Вот так вот. Здесь у нас тоже какая-то локация. Честно говоря даже не знаю какая. То есть есть у нас посадка вертолета. Вот здесь. Здесь можем посадить вертолет. Здесь уже NPC у нас стоят разворачиваются. Здесь. То есть здесь вы тоже можете отсюда куда-то отправиться. Такой большой городишко у нас получилось установить. Приятно то, что едут так же машины по городу. NPC и тому подобное. Но все же просадка FPS довольно-таки большая. Как вы видите немножко может и лагает на видео. Но иногда уже меньше. Это все из-за трафика. Из-за того, что у нас DLC очень большой. Вот ребята смотрите. Ну а так выглядит довольно-таки это неплохо. Потому что карта довольно-таки большая. И плюс в том, что у меня еще настройки на высокий. Все-таки надо было настройки немножко сменить. Поставить на более низкий. И тогда возможно было бы меньше лагов. Здесь у нас какой-то памятник большой. Китайский какой-то. Ну а это все тот новый город. Просто посмотрите насколько огромный этот город. То есть это у нас этот наш город. Который мы установили с вами. А это у нас справа карта GTA. То есть насколько большая карта, которую мы сегодня с вами установили. Вот у нас Lord City. Давайте отправимся немножко дальше. Посмотрим насколько огромный у нас город. Видите прорисовка. Тоже у нас прорисовался такой город. Большие такие дома. Ну и конечно же самое главное это трафик. То, что у нас он работает. Сейчас нужно еще убедиться в том, что NPC тоже ездят. Ну NPC есть по городу. Да, вот есть они в машине у нас. Ну а ходят ли они по городу у нас. Вот ребята видите. Вот там еще какие-то дома. Я даже не знаю в этом видео успею я или все это посмотреть или нет. Здесь какой-то еще тоннель интересный такой. Ничего себе. Довольно-таки большой этот городишко. Вот там еще что-то есть. То есть видите насколько большая у нас карта. Если вам надоела обычная карта в GTA. То можете себе установить этот мод. И я думаю что GTA опять-таки станет вам интересной. Вот ребята. При том что все объекты у нас. Смотрите я их толкаю. То есть это вполне реальные такие столбы. Которые падают. И так как когда мы устанавливали этот же мод на Liberty City. Видите там столбы просто нельзя было сдвинуть. То есть карта довольно-таки качественная получилась у нас. Ну и минус в том что то есть меньше травы. Это скорее всего сделано для того чтобы не нагружать ваш компьютер. И тому подобное. Вот у нас какой-то еще подъем сюда. Карта довольно-таки большая все-таки. Я не ожидал что карта будет настолько большая как у нас в этом видео. По сути город реально большой и реально качественный. Что самое главное. Ничего себе ребята. Здесь очень интересно. Смотрите. Вот так вот сейчас сделаем. Такой у нас спуск. Каньон. Даже немножко страшновато находиться здесь. Потому что любая малейшая ошибка. И вы уже находитесь где-то там море. Такой у нас каньон ребята. Отправляемся дальше. Будем смотреть что у нас там дальше. В городе. Ну по сути карта довольно-таки интересная и качественная. Плюс еще фпс падает у нас из-за того что большой трафик. Надо было все-таки поменьше трафика поставить. Так ну давайте я еще вот так вот сделаю. Чтобы было побыстрее. Телепортируюсь. Так сказать. Это мы уже все смотрели вам этот. Этот город мы уже смотрели с вами. Давайте отправимся вот сюда где-то. Вот там тоже мы уже были с вами. Ехали. Вот что у нас вот там находится. Видно ребята что это китайский город. Или японский. Потому что всякие японские скульптуры. Вот такие. Магазин трансформеров здесь. Оптимус Прайм. Тоже. И еще вот здесь какой-то дракон. Граффити. Граффити дракона вернее. Вот. Еще здесь такая большая статуя и озеро. Вернее даже дамба. То есть это файл Водер отвечает за эту дамбу. Смотрите ребята какое большое озеро. Плюс еще статуя это Будды. Такая. Ну и в принципе вот. Такой у нас большой городишко получился. Просто посмотрите насколько большая карта. То есть наши GTAшки. И насколько большая карта этого города. Который мы установили с вами. Вот ребята. Смотрите это слева у нас карта Лорд Сити. И справа у нас GTAшка. Как пол карты GTA. Поэтому. Ну на FPS оно существенно влияет. Как ни крути. Все таки. Это большая карта довольно таки. И думаю что она вам тоже понравится. Давайте еще здесь посмотрим. Вот. Кто-то здесь ездит или нет. Здесь такая большая тропа. И здесь дорога тоже. Что ж ребята. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь это видео вам понравилось. Такая большая карта. В принципе маппинг довольно таки качественный. Как вы видите. То есть. Если сравнить с картой GTA. То есть все очень похоже. Ну минус в том. Что трава у нас в качестве. На самом низком качестве. То есть в 2D. А все остальное нормально работает. Всем спасибо за просмотр. И до свидания. Всего хорошего.